Привет, друзья! Я как раз снимаю сейчас тестов вот этот вот TV-Box. Это H96 Max V58, да, это который на ROGCHIP 3588. Сейчас на рынке самый мощный TV-Box. И это вторая часть видео, вторая часть обзора. Первая часть обзора была более полная с технической части. В данной части я вам обещал сделать такой экспресс-обзорчик на прошивку Android TV. Ну что ж, на канале Технозон, поехали! И смотрите, мы сейчас на сайте 4PD. Здесь есть у нас некоторые прошивочки, есть стоковая, есть стоковая с root правами, есть чистая 12TV и есть ATV, Google TV. Ребят, не Android TV получилось, а Google TV, хотя я надеялся, что будет Android TV. Но вы дальше все в обзоре увидите. Прошивается очень-очень просто. В разделе полезная есть инструкция по прошивке. Если вдруг по каким-то причинам вы не можете зайти на 4PD, то я вот эту прошивочку и инструкцию, и все необходимые файлики выложу, ну, по ссылке в описании под видео у нас в паблике. В Telegram паблике можете оттуда все скачать. Все делается очень просто, эта лоджика не сильно так отличается. Что могу сказать сразу? Не поломали объемный звук, нормально работают сетевые модули, не греется, голосовой поиск работает, интерфейс Google TV присутствует, при этом еще и глобальный голосовой поиск по приложениям работает. Чего мне не хватило? Автофреймрейт так и не сделали, часики погасли. В остальном все, прошивочка достаточно работает, контент воспроизводит. И да, в стоковом YouTube клиенте не починили 4K 60 FPS, хотя есть 4K 30 FPS, а в SmartTube Next 4K 60 FPS спокойно бегает. Геймпады определяются, как и игры, а в целом обзор вот этого ТВ-бокса, первая часть обзора полная, лежит в описании под видео, как и ссылка на проверенного продавца. Но подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие обзоры, а мы переходим к такой себе мега экспресс-тест. Меган коротенький, и уже потом будем делать выводы. Поехали. Вот и установили мы прошивочку Google ТВ. Ничего сложного в установке нет, но мы видим здесь, во-первых, сделали, конечно, вот этот вот момент с DPI, да, самой прошивки, очень маленькие иконки вверху, то есть должно быть все побольше. На больших телеках это будет мучение на самом-то деле. Действительно будет мучение. Ладно, не мучение. Пойдем посмотрим, что же у нас тут изменилось. Ничего принципиально нового не появилось. Так, декодирование. Мы выбираем HDMI BeatStream, что я хочу проверить, чтобы работала моя... Мой ресивер вот этой приставки, скажем так, в экранах. Ребят, как бы все ни надеялись, но здесь не реализован автофреймрейт, даже несмотря на то, что это прошивка от ADT-3 с тем, что в ADT-3 автофреймрейт работал. Масштабирование текста. Давайте поставим там какой-нибудь покрупнее текст, потому что это читать невозможно. В расширенных форматах тут ничего интересного. Это просто невозможно. Разрешение... Ну, у меня сейчас в Full HD подключен рекордер, поэтому мы здесь не увидим 4К. Ну ладно, работают. Дополнительных... О, наконец-то здесь можно регулировать картинку. В стоковой прошивке регулировать картинку было нельзя, потому что вы не могли это все делать. То есть не было... Пульт не распознавало. Теперь IE Advanced Display. Что поменялось? Опять же, ничего. Такое, знаете, нереализованные какие-то функции. Ладно, это все хорошо. Пускай работает модель. Слушайте, наша задача с вами проверить работоспособность прошивки. Основное для меня это работоспособность Wi-Fi. То есть если 5 ГГц не положили, уже хорошо. Это нам сразу поможет проверить спид-тест. Так, это нам поможет проверить аналитии. Ну, просто такой, вы знаете, экспресс-тест. Не, ничего с Wi-Fi не сделали. 4, 350, 306. Но это аналития. Нужен нам, я вам скажу, этот... Как его? Спид-тест. В любом раскладе. Что-то мне с аналитии не нравится работать. Стартанем на спид-тесте и увидим, наверное, другие цифры. Сейчас посмотрим. Да, здесь вот все, все отлично. 600... Сколько Wi-Fi? 650 мегабит в пике. Конечно, Wi-Fi здесь сумасшедший. Просто сумасшедший. 664 на 570. Да, самый мощный Wi-Fi на TV-боксах. Мне прям вот нравится. Теперь, так как это Google TV, должна быть реализована голосовая функция с пультом, который идет в комплекте. Самый лучший фильм. Это работает. Это правильно работает. Ну, так как здесь все-таки Google TV, то нашло, но пока что только в YouTube. В Google TV с глобальным голосовым пользованием не очень хорошо, но вверху доступно в приложении NUM. То есть, по сути, распознает внешние источники. Это тоже хорошо. Проверка голоса в YouTube и попробуем, что там у нас с 4K-разрешением. Самый лучший фильм. Да, в YouTube тоже работает. Объясню почему. Потому что в главном меню нам нужно удерживать кнопку. В YouTube удерживать не надо. В этой прошивке правильно реализовано это все действие. Используем любое из моих видео, которые я снимал. Смотрим на реализацию разрешений. И нет. В стандартном YouTube клиенте так и осталась реализация до 2K 60 FPS. 4K 60 FPS можем получить в SmartTube Next. Пробуем, как у нас будет работать 4K 60 FPS в SmartTube Next. Сейчас мы увидим диагностику. Диагностика. Выставим 4K. А, сейчас 4K играет, да? Так, пробуем 4K. Конферизируется. Что у нас там выводит, не выводит? Так, видим видеоразрешение 4K. Ноль дропов. В принципе, все воспроизводится. То есть, как бы 4K поддерживается через SmartTube Next. Все так и осталось. В не сильно большое отличие от простой прошивки. Как я уже говорил, автофреймрейта нет. Его не реализовали. Да на рукчипах его реализовать практически нормально и невозможно. Ну, хотя, знаете, что самое интересное? Каким-то образом Югуста реализовал на своих рокчипах этот самый автофреймрейт. А здесь его как не было, так и нет. То же самое в TV Quick Actions тоже не будет у нас никакого автофреймрейта. Что из каких-то опций мы можем с вами еще протестировать? Ну, здесь температура. Все вроде бы нормально. У нас не работают часики спереди. То есть, на этой прошивке вы это должны учитывать, если вы из-за часиков покупаете TV Box. Дальше. У нас есть поддержка DLNA. Это нас тоже мало волнует. Подключаем жесткий диск. Идем в главную пресс-центр. Пробуем, как он работает с Dolby Digital Plus. В принципе, я уже показывал это в основном обзоре. Здесь не буду вставки. Так для себя посмотрю, что Dolby Digital True HD как простой Dolby Digital воспроизводит. DTS. Есть простое DTS ядро. И DTS HD у нас HD Master Audio. Вот так вот. То есть, есть какой-то набор у нас объемного звука. С этим хорошо. Ничего не поломали. Для того, чтобы там, если на форуме пишут, что с HDMI битстримом есть проблемы, то в настройках необходимо выставить вот следующий момент. Идете в настройки. Идете в настройки устройства. В экраны звук. Обязательно. В расширенные настройки звука. Здесь выбираете вручную форматы. Можете наклацать эти все форматы на воспроизведение. И в основном они работают через главную пресс-центр. То есть, если мы будем с вами использовать, ну, например, давайте попробуем там какой-нибудь плеер типа Kodi. Давайте Kodi запустим. Потому что самому интересно, заработает в Kodi проброс или нет. Включили пастру. И включаем те же самые, там, Dolby Digital, который заработал. Слушайте, да он работает и через Kodi. То есть, у меня, как бы, я уже сразу вижу, сейчас DTS попробую. То есть, Dolby Digital Plus заработал. И DTS HD Master Audio. Сейчас попробую. У меня это будет показатель. А вот через Kodi DTS HD Master Audio не работает. Только через главную пресс-центр. Вот, что мы с вами имеем. Это то, о чем я говорил, что на рок-чипах нужно использовать вот этот вот плеер, главная пресс-центр. То есть, в принципе, как бы то, что они заявляли. А, слушайте, DSF проиграет? Нет, не может. Он его не понимает. Флаки. Ну, флаг воспроизводит, вроде бы, как. Ну, такое. Ладно. С этим мы с вами понимаем. Знаете, что еще хочу попробовать? Большой, огромнейший тестовый финт. Ну, здесь у нас проблем нет. Я, как бы, и не думал, что может измениться. То есть, по сути, натянули прошивку на стоковую. Чуть-чуть подправили некоторые моменты. И, в принципе, для меня, как бы, никаких изменений нет. Я сейчас попробую перемотать куда-нибудь, там, на треть фильма. Или на четверть фильма. Не столь суть важно. Не, все работает. Все работает. Выходим. Кстати, сдолбедит, что у вас производился. Слушайте, ну, YouTube проверили. IPTV даже не вижу смысла проверять. Как, в принципе, и раздачи. Я для себя констатирую то, что прошивка рабочая. Скажем так, я думаю, что можно спокойно на нее прошиваться. TV-бокс от этого становится еще интереснее. То есть, на этом TV-боксе появляются такие прошивки. Ну, слушайте, давайте все-таки воспроизведем какое-то интересное действие. Давайте все-таки попробуем воспроизвести что-нибудь из раздач достаточно большое. Ну, слушайте, я не вижу никаких вопросов. Он воспроизводит любой контент, который ему скормишь. Для меня было важно само по себе наличие данной прошивки. Давайте выходим в главное меню. Наличие данной прошивки. Возможность. Да, еще знаете, что хочу проверить? Насколько на этой прошивке работает геймпад. Потому что очень важный момент, чтобы геймпад определялся правильно. В самом маркете у нас... Ну, давайте я так сейчас поставлю его. Подключил. Вроде заработало. Сейчас мы включим какую-нибудь игру. И это последнее, что будет, что мы на нем проверим. Давайте. Battle Supremacy. Очень мощная игра. Нагрева нет вообще. До 50 градусов еле доходит. Слушайте, ну, все отлично. Давайте. Поехали. Ну-ка. Да, в геймпад тоже определился без особых проблем. Мы сейчас вот включили Battle Supremacy. Компанию конкретно начали играть. В принципе, можно даже поразвлекаться. Где тут у нас прицеливание было? Нет, это... Во. Прицеливание. Давайте куда-нибудь. Шмальнёв какой-нибудь танчик. Тух. Ну, это тренировочная миссия, в принципе. Если поиграть. Только я две, я только загрузил. Если поиграть, то все отлично. При этом температура у нас сохраняется 52 градуса. Вполне жизнеспособная прошивка. Ой-ой-ой. В меня-то за что так? Вот, одного тут сняли. Вполне жизнеспособная прошивка. Я думаю, что будет интересно нашим зрителям. Те, кто приобрел данный ТВ-бокс, попробовать. Из минусов действительно нет никакого автофреймрейта. Реализовать его достаточно тяжело на данном ТВ-боксе без средств каких-то серьезных разработчиков. Но при этом он имеет право на жизнь, так как у него работает уплавнялка. Хотя уплавнялка тоже такое себе. Для меня это то, что на ТВ-боксе работать нормально, по идее, не должно. Но будет работать, кто там в меня стреляет. У меня так дуплят хорошо. А, они фиолетовенькие. Все, я понял. Сейчас мы тебя разложим. Один. Давай. Второй. И выходим. Хватит нам. Все, выходим, резюмируем. В качестве выводов скажу. ТВ-бокс становится интересней. Комьюнити расширяется. То есть у нас сообщество расширяется. Люди с ним копаются. Какие-то прошивки появляются. Пока что он у меня вызывает интерес. Когда он заглохнет, конечно, у меня интерес к нему пропадет. Но то, что это сейчас самый мощный ТВ-бокс и поиграть на нем можно, я это констатирую. И, в принципе, мои рекомендации как бы повышаются. То есть данный ТВ-бокс становится более интересным. А если вам интересно на нашем канале, то, конечно, подпишитесь. И с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.